приехал на объект стоит вот такая антенна стоит уже больше десяти лет и за это время вот этот кронштейн прогнил сфокусируем прогнил поэтому он уже не может выполнять свои функции держать полноценный конвертер сейчас там ты на буду демонтировать и поменяю на другую она аналогична эта антенна хозяина она у него это завалял с каких-то времен поэтому решили как временное решение до весны поставить ее кронштейна у них похоже но они не взаимозаменяемые по укреплением по пути по крепления поэтому придется менять антенну главное даже вот в этом выезде не это я хотел показать кабель стоит кабель тоже определенное количество лет уже и смотрите что с ним произошло оболочка поотрескивалась отлетала подлетела так не солнце светит понять сфокусировался видео им нет мы будем надеяться что сфокусировалась вот тоже самое вот оболочки нет и это все отсутствие оболочки приводит тому что во время дождя сюда затекает вода она может проникнуть пол вплоть до приемника то есть внутри дома до приемника и вывести его из строя такие случаи уже были значит вся проблема чем что вот этот кабель белого цвета бабочка состоит из поливинилхлорида и в названии кабеля присутствует три буквы пивиси вот эти пивиси означает что кабель оболочка из поливинилхлорида мы рекомендуем использовать на улице кабель со свет и света с оболочкой светостабилизированного полиэтилена в авариатуре этого кабеля стоит две буквы п и и этот кабель как правило черного цвета он не лопается на улице вообще абсолютно да он жесткий да и трудно пользоваться трудно его проводить заводить прокладывать но он не лопается его хоть на морозе углов взлом завязывать ничего нему не будет ну что касаемо нашей антенны сейчас я откручу болты демонтирую и установлю другой антенну и настрою так новая старая антенна установлена за место старой старой сейчас возьму прибор срочно и буду настраивать и антенна ставится с помощью вот подобного прибора называть он setfinder я хочу вам показать вообще насколько должна быть точно настроена антенна чтобы телевидение показывала то есть вот смотрите буквально пару миллиметров сторону и сдвигаю все сигнала нет буквально пару миллиметров вот видите то я хочу сказать этим спутник в телевидении это отличная вещь для загородного дома и в том случае когда у вас нет возможности подключить например кабельного оператора и надо помнить когда вы ставите спутник в антенну что сильный порыв ветра просадка здания ввиду ну естественной усадки стройматериалов с которого сделано либо обучение грунта может привести к тому что антенна может сбиться и гарантийным случаем для установщика это не является поэтому придется вызывать мастер шпон и и подстраивал кроме этого антенна может еще не показывать сильный снегопад когда конвертер то есть это приемная часть антенна еще и назвать головку залепливает снегом а фотку фотофотография как это может быть я вставлю в это видео то есть я хочу сказать что это абсолютно нормально для спутникового телевидения на эти моменты не нужно особо обижаться расстраиваться просто надо понимать что они есть и когда вы ставите себе спутниковую антенну вы должны рассчитывать что такое ну вполне может быть ну и вот он конечный результат все телевизор работает канал показывает удастся по фигуре и поддерживает оптимальную температуру в любую погоду а так оба и